В отдаленном горном поселке Никитина, что в Мостовском районе, радостное событие. Вводят в эксплуатацию новые объекты распределительной сети. Со знаменательным событием жителей поздравили генеральный директор Россети Кубань и глава Мостовского района. Поистине сегодня для нашего Мостовского района, Псебайского городского поселения, исторический день. Исторический, потому что, выполняя поручения президента, все, кто трудился над этим проектом, свершили то, о чем люди мечтали долгие-долгие годы. Пришло долгожданное электричество. Масштабный проект реализован в рамках программы компании Россети Кубань при содействии Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. В его реализации активное участие принимали депутаты ЗСК среди почетных гостей церемонии Владимир Чепель. Сегодня пусть этот свет несет в ваши дома тепло и уют, потому что те люди, которые дождались этого, это, как говорят, праздник со слезами на глазах. Сегодня Новый год вы можете встречать не при свечах, как обычно, традиционно, а сегодня вы можете лампочку или чай включить, которая даст вам хорошее настроение и душевное равновесие. Объект новой распределительной сети находится в пределах заповедной зоны. Затрудняла строительство и горная местность. Тем, кто оказал помощь и содействие в реализации проекта, вручили благодарственные письма. Для награждения приглашается Каверзниф Юрий Сергеевич, директор филиала публичного акционерного общества «Кубаньэнерго» Лобинские электрические сети. Чтобы постирать или посмотреть телевизор, жителям приходилось использовать солнечные батареи или заводить дизельный генератор. Нина Сергеевна Роменская живет в поселке более 40 лет. Теперь ей не придется этого делать. По явлению электричества женщина очень рада. Я 42 года сюда приехала, а сейчас мне 89. Теперь хоть немножко со светом пожить, чтобы включить это. Конечно, обходились, молодые были, рады. И лампы были у нас. А сейчас мне вот не было, станция поломалась. Лампы опять поставила, керосином заправила. В рамках реализации проекта построено более 16 километров линии электропередач. Пять подстанций, установлено более 600 опор. На все ушло около двух лет. Проект завершен. Порядка больше 100 миллионов рублей инвестиции в этот проект. И хорошо, и отрадно понимать, что уже сегодня подключение к этим подстанциям, которые мы смонтировали, идет. Уже больше 26 потребителей подключено на ближайшую перспективу больше 100. Насколько я понимаю, большая заинтересованность у местных жителей есть и тех людей, которые хотят здесь жить. Дополнительная заинтересованность в подключении. Поэтому мы здесь видим большую перспективу. Именно поэтому у нас в перспективе второй этап развития – это строительство линии уже 35 киловольт. Сюда из подстанции 35 киловольт в поселке Бурно. Вместе с электричеством в поселок придут и другие изменения. В этом уверен глава Мостовского района. Территория Никитина представляет особый интерес и для Мостовского района, и для Краснодарского края в целом. Наш район уверенными темпами становится курортной территорией. Мы принимаем отдыхающих уже более 200 тысяч в год. И через эту предгорную территорию порядка 80 тысяч в год проходит туристов. Поэтому, безусловно, развитие здесь инфраструктурных проектов, а энергетика – это база, безусловно, повлечет за собой развитие здесь санаторно-курортной составляющей. Электрификация Никитина – это только первый этап проекта. Уже к 2021 году благоцивилизации появится в поселках Кировский и Бурный. Таким образом, Мостовский район будет полностью электрифицирован. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.